Здравствуйте! Новости из Украины. В студии работает Сергей Петренко. И далее поговорим о самом главном. Сегодня утром ситуация на Донбассе обострилась. Двое наших защитников погибли, еще один был ранен. Окупанты расширили территорию обстрела. В ночью под огонь из Градов попал населенный пункт Галициновка Донецкой области, сообщили в штабе АТО. Поселок находится в 15 километрах от линии разграничения. За это утро штаб АТО зафиксировал 24 вражеских обстрела. Авдеевку, Луганское и Троицкое боевики атаковали из артиллерии 152-го калибра и минометов 120-го и 82-го калибра. Минометы и Грады применили по толковке водяному Новотроицкому и Марьинке на Мариупольском направлении. На Возвановку Луганской области обстреляли из 152-х миллиметровой артиллерии. За минувшие сутки было 114 вражеских обстрелов. В боях погибли трое наших защитников, 18 ранены. Боевики применяли запрещенное вооружение, грады, танки, минометы разных калибров и гранатометы. Об этом сообщили в Минобороны. Вчера активность противника опять увеличилась. Впервые с 14 апреля 2016 года количество вражеских обстрелов достигло отметки 100. Противник подтянул дополнительные артиллерийские резервы, что отразилось на усилении огня оккупантов из пушек и РСЗО. Преступные действия оккупационных войск приводят к новым разрушениям гражданских объектов, гибели и увечиям среди мирных граждан. Больше всего страдают прифронтовые городки около Донецка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка. Украинские войска мужественно защищают рубежи и ведут ответный огонь и днем, и ночью. В результате обстрела Авдеевки в четверг погиб водитель аварийно-спасательного отряда и одна женщина. Об этом сообщил глава госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин. Один сотрудник ГОСЧС ранен. Боевики обстреляли Центр гуманитарной помощи в Авдеевке. Снаряд попал в автомобиль спасателей. Позже у обстрелянной школы нашли раненую женщину. Уже в госпитале она скончалась. Прокуратура Донецкой области начала расследование по факту вчерашнего обстрела Авдеевки. Назвали его терактом. На месте порыва линии электропередач в районе Авдеевки работает ремонтная бригада. Об этом глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил президенту Украины. Чтобы отремонтировать поврежденные дома, максимально используют в светлое время суток. Ранее российская сторона дала письменную гарантию прекращения огня в Авдеевке. Несмотря на обещанный режим тишины, боевики продолжают стрелять, сообщили в штабе АТО. Вероятно, чтобы сорвать работы по восстановлению инфраструктуры города. Наблюдатели АБСЕ на этой неделе зафиксировали более 11 тысяч нарушений режима прекращения огня на Донбассе, рассказал первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии Александр Хук. Он также заявил о потенциальной угрозе гуманитарной и экологической катастрофы в районе Авдеевки. По его словам, жители города остались без электричества, тепла и воды из-за перебоев в работе фильтровальной станции в Ясиноватой. Хук предостерег, что ситуация может ухудшиться, если резервуары с хлоридом попадет снаряд. Существует угроза потенциальной гуманитарной и экологической катастрофы. Боевые действия, которые происходят в промышленной зоне, объекты инфраструктуры, вода, газа, электроснабжения должны функционировать независимо от того, где проходит условная линия разграничения, которая разделяет объединенные социальные и экономические сети. Мы уже видели, что жители Авдеевки остались без электрики, воды и тепла из-за перебоев в работе фильтровальной станции в Ясиноватой. Российское командование на Донбассе объявило мобилизацию. Подразделения оккупационных войск на данный момент укомплектованы наполовину, сообщили в украинской разведке. По ее данным, в Луганской области местных жителей без подготовки направляют на Авдеевское направление. В штурмовой полк российской армии в Новоазовске набирают увольненных ранее за грубые нарушения дисциплины. Например, невыполнение приказа, воровство или пьянство. В России тоже агитируют ехать воевать. Активную работу по мобилизации проводят и атаманы казачьих организаций в Ростовской области и в Ставропольском крае. Однако около 90% отказываются участвовать в боевых действиях на Донбассе. Боевики стреляют по Авдеевке из жилых кварталов Донецка. К такому выводу пришли следователи международной группы Беллингкет. Они проанализировали спутниковые снимки, отчеты об СЕ и сообщения местных жителей в соцсетях. В докладе говорится, судя по видео и фото, сделанных с разных углов, одно из мест запуска града находится в 200 метрах от гипермаркета и менее чем в 500 метрах от школы и жилых домов. Второе место возле трассы, где проезжают автомобили. Это же подтверждают и спутниковые снимки. На них видны следы реактивной системы залпового огня, которых не было еще 20 января. Следователи уверены, многолюдные жилые кварталы боевики выбрали специально. В этом случае любая попытка украинской армии подавить огонь подвергла бы риску жизни мирных жителей. Акция против российской агрессии в Украине прошла и в Португалии. Украинская община пикетировала посольство федерации в Лиссабоне. Участники митинга скандировали лозунги и требовали от оккупантов покинуть территорию Донбасса. Также активисты собрали помощь для украинских военных и почтили память погибших в Абдеевке. Кроме этого, украинская община приняла обращение к президенту Португалии ужесточить санкции против Кремля. Акции в поддержку Украины прошли также в Латвии и Италии. У Украины есть только один вариант успешного будущего интеграции с Европой. Так считает всемирно известный американский политолог Фрэнсис Фукуяма. Взгляд в прошлое, прогноз на будущее нашей страны и анализ агрессивных действий в России. Далее в сюжете. Человек, ко мнению которого прислушиваются на всех континентах. Автор мирового бестселлера «Конец истории» и последний человек Фрэнсис Фукуяма в Киеве. Говорит, первый раз удивился силе и мудрости украинского народа во время оранжевой революции 2004 года. Тогда он понял, что у Украины может быть успешное будущее. Это был действительно сюрприз для меня. Ваша оранжевая революция стала первым проявлением гражданской силы и духа украинцев. Раньше я думал, что такое произойдет в России. Очень ошибся. После оранжевой революции новая власть не смогла трансформировать идеи Майдана в реальные реформы, считает Фукуяма. Как следствие, президентом стал Виктор Янукович. Это действительно чудо. То, что произошло в Украине потом. Революция достоинства. Когда миллионы украинцев, в большинстве молодежи, вышли на Майдан и заявили, что они не хотят будущего, которое им выбрало власть Януковича. С этого момента украинцы стали сами строить свое будущее. Главным тормозом интенсивного экономического роста страны Фрэнсис Фукуяма считает коррупцию. А единственным правильным вектором развития – евроинтеграцию. Почему у вас нет стремительного экономического роста? Все из-за коррупции. Люди, которые должны обеспечивать развитие страны, чаще всего волнуются за обогащение своего собственного кошелька. Победить коррупцию – ваша главная задача. Агрессию России осуждает. Политолог объясняет, война в Грузии в 2008 году стала своеобразной репетицией Кремля перед аннексией Крыма и Донбасса. Следующей мишенью федерации может стать Европа. Механизм таков. Агрессор своими действиями поддерживает своих ставленников, но отрицает это на словах. Также начинаются информационные атаки, направленные на то, чтобы обезоружить противника, подорвав его доверие, например, к собственному правительству. Все это было предпринято в Грузии задолго до событий в Украине. И это не последний случай. Думаю, вскоре ситуация повторится в Западной Европе, в Германии и Франции. В ближайшем будущем там пройдут стратегически важные выборы. Фрэнсис Фукуяма неоднократно заявлял, что хозяин Кремля Владимир Путин делает ровно то, что делал Гитлер. Объясняет, предлогом начала Второй мировой войны было желание фюрера защитить немецкоязычное население других стран. Он считал, что это дает ему право использовать агрессию против соседей. То же самое делает и Путин. Маргарита Стетюк, Руслан Белозеров, Юэй ТВ. Украина планирует увеличить портовые мощности, чтобы привлечь дополнительные грузопотоки. Вскоре начнут работы по углублению дна. Это позволит украинским морским воротам принимать крупнотоннажные суда. Начнут с портов Ильичевск и Южный. В последнем также построят зерновой терминал мощностью 5 миллионов тонн. Проект реализуется совместно с американскими инвесторами, сообщил председатель администрации морских портов Райвис Вецкаганс. По его словам, в планах также реконструкция каналов для подхода к глубоководным причалам Южного. Проект реконструкции морского подходного канала, который предполагает доведение глубин максимально до 21 метра с расширением канала до 230-210 метров. Главный месседж сегодня это просто выйти на более широкий уровень, раскрыть рынок для всех. У нас на сегодняшний день на балансе нашей компании тоже флот, который может делать часть работы поддержания глубин. И на малых глубинах я вижу, что эту политику надо будет продолжать. Но для реализации больших проектов, для инвестиционных проектов, которые требуют глубины до 19-20 метров. Часть работы мы планируем делать своими силами в районе 8,7 миллионов кубов. Но у нас есть инвестиционные проекты общей суммой 10,9 миллионов кубических метров, как капитальные затраты, которые мы планируем привлечь сторонней компании. На этом мы заканчиваем выпуск. Более детальную информацию смотрите на Фейсбуке и Ютьюбе. Я же с вами прощаюсь ненадолго. Хорошего всем настроения и только позитивных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова